МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости телекомпании САМПО в студии Наталья Кузьмина. И вот некоторые темы этого выпуска. Был задержан 4 человека. Один из них отпущен вчера и подзовет. Всё. Сразу четверых известных в Петрозаводске людей задержали в минувшую пятницу в рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере с муниципальным имуществом. Впоследствии один из них был выпущен под залог в 3 миллиона рублей. Очередное ДТП со смертельным исходом. На трассе Кола произошла серьёзная авария с участием трёх машин. В результате погибла 20-летняя девушка, а в числе пострадавших годовал ребёнок и 9-летний мальчик. Ты можешь ехать плугом, можешь ехать поперёк гора, можешь ехать с хорошим драйвом и получать столько адреналина, сколько тебе нужно. Республика получила впрыск адреналина. Накануне в селе Спасское, Губа, Кондопожского района, открылся горнолыжный центр. Глава МВД Карелии Василий Кукушкин сегодня официально подтвердил факт задержания в пятницу четырёх человек по уголовному делу о приватизации земельного участка в Петрозаводске. Об этом министр заявил сегодня на брифинге в правительстве республики. Среди задержанных бывший депутат Заксобрания Карелии Григорий Копнин, директор компании «Чистый город» Александр Елизарков, родной брат первого заммэра Петрозаводска Андрей Журавлёв и директор муниципального предприятия электрических сетей, депутат Петросовета Данил Попов. Сегодня на брифинге в правительстве министр внутренних дел отчитывался об итогах работы ведомства в прошлом году. Однако журналистов сухие цифры статистики не интересовали вовсе. С первых минут они задавали вопросы о прошедшем в пятницу задержании. Кого, за что, почему. Но от всех вопросов Василий Кукушкин старался уйти, хотя сам факт ареста подтвердил. Был задержан 4 человека, один из них отпущен вчера и подзовет. Все. Потому что есть тайны следствия и неизвестно. Там же вы знаете, по каждому уголовному делу составляется план оперативно-следственных действий. И неизвестно, что там следователь написал. Я могу просто помешать. В следственном комитете тоже пока молчат. Обещают, что в ближайшие дни соберут журналистов. До этих пор никаких официальных комментариев. Из неофициальных источников известно, что один из задержанных Данил Попов, директор муниципального предприятия электрических сетей. Именно его и выпустили под залог в размере 3 миллионов рублей. По версии следствия, в прошлом году это предприятие продало два муниципальных здания коммерческой фирме. После чего был приватизирован и расположенный там же земельный участок. Следствие считает сумму сделок искусственно заниженной. В городской администрации тоже факт задержания подтверждают. Время задержания продлено еще на 72 часа. Через 72 часа будет суд, где уже будет рассматриваться вопрос меры задержания до конца следствия. А следствие продлено еще до апреля месяца. В следственном изоляторе остаются Григорий Копнин, Александр Елизарков и Андрей Журавлев. По предположению следствия, все они имеют отношение к деятельности другой коммерческой фирмы, которая тоже может быть причастна к сделке с земельным участком. По неофициальным данным, Андрей Журавлев – родной брат заместителя мэра Петрозаводска Евгения Журавлева, который в декабре прошлого года тоже попал в поле зрения правоохранительных органов в рамках расследования данного уголовного дела. В квартире и кабинете заместителя мэра оперативники пытались найти документы, необходимые, по мнению следствия, для продолжения расследования. Какой будет мера пресечения для задержанных, решит суд 13 февраля. До этого времени представители следствия и защиты должны представить дополнительные доказательства вины задержанных. Накануне на трассе Кола произошла серьезная авария с участием трех машин. В результате погибла 20-летняя девушка, а в числе пострадавших годовал ребенок и 9-летний мальчик. Как сообщает ГИБДД, авария произошла в воскресенье в 17.40 на трассе Кола в Кондопожском районе. 25-летний водитель Тойота Карина, житель Кондопоги, не справился с управлением автомобилем и выехал на полосу встречного движения. На этих кадрах, снятых видеорегистратором одного из очевидцев, видно, как выехавшая на встречку машина врезается в Тойоту Королу, которая следует во встречном направлении. От удара Королу отбрасывает на автомобиль Хендай. Его водителю чудом удается удержать машину на трассе. В результате ДТП до приезда скорой помощи на месте погибла Кондопожанка, 20-летняя пассажирка Тойота Карина. Ее сестра была с травмами госпитализирована в Кондопожскую ЦРБ. Кроме того, в ту же больницу был доставлен 25-летний водитель Тойота Карина. В аварии также пострадала семья, которая находилась в автомобиле Тойота Карола, жительница Петрозаводска и два ее сына. 9-летний мальчик был госпитализирован в Кондопожскую ЦРБ, а его годовалый брат отправлен в республиканскую больницу в Петрозаводске. Оба ребенка в момент аварии находились в автокреслах и были пристегнуты. Ситуация на федеральной трассе «Колос» стала одним из вопросов доклада министра внутренних дел Карелии Василия Кукушкина на брифинге в правительстве республики, который был посвящен подведению итогов минувшего года. Кукушкин отметил, уровень преступности в Карелии заметно снизился. В частности, более чем на 30% сократилось число убийств. Хотя первая декада февраля этого года стала очень напряженной. Уже зарегистрировано 4 убийства. Подробности в нашем следующем материале. Несмотря на то, что, по словам министра внутренних дел, социально-экономическая обстановка на двоицах Кондопоги и Сигежи достаточно обостренная, ситуация в целом в республике стабильная. Да и в этих городах преступность не растет. По-прежнему лидером в плане криминогенной обстановки остается Петрозаводск. Как отметили на брифинге в правительстве, к людям впервые за 10 лет участковый приходит не по делу, а так познакомиться и рассказать, где его можно найти. По мнению Василия Кукушкина, именно работа участкового и патрульно-постовой службы позволяет эффективно бороться с преступностью. Вот в Финляндии я был не на прошлое, а на позапрошлую неделю приглашали финские полицейские. И я ездил к ним в Хельсинку. У нас складывается хорошее, отличное отношение. Вот чем они выиграют. Мало того, что у них, конечно, воспитание несколько, население другое. Но это вы все практически в Финляндии бываете, не единожды видели. У них очень мощная патрульно-постовая служба. Там для того, чтобы полицейские, патрульно-постовые службы, надо закончить академию. Два с половиной года. Вопрос увеличения патрулей на улицах республики обсуждали и на приеме у президента России, прошедшем недавно в Москве. Кроме того, на этом заседании коснулись темы безопасности на дороге. За прошлый год в нашей стране в ДТП погибло 28 человек, из которых 106 в Карелии. Больше всего жертв дорожных аварий в республике на трассе Кола. Основная причина – превышение скорости. Видеофиксация. Там патрульные. Мне кажется, все-таки надо работать на воспитание, а не на присевные меры. Можно бесконечно наказывать. Толк будет ли от этого? Не знаю. Петрозаводские пенсионеры и другие льготники, которые получили двойные квитанции на оплату одних и тех же коммунальных услуг, не будут лишены положенных им льгот. Об этом сегодня заявил мэр города Николай Левин. Напомню, с февраля в квартиры многих горожан стали приходить двойные счета. И от комплексного расчетного центра ПКС, и от управляющих компаний. На прошлой неделе начальник городской социальной службы сообщила, что платить необходимо, как и раньше в КРЦ. В противном случае у горожан появится долг перед ПКС. И выплату компенсации льготникам приостановит. Однако Николай Левин опроверг эту информацию. Он сообщил, что встретился с сотрудниками социальных служб города. Было принято совместное решение не лишать льготников компенсации даже при задолженности по квартплате. Но оговорился, что это касается только тех, кто получает на руки двойные квитанции. Представитель ПКС Глеб Сружко напомнил, что прокуратура признала незаконными действия пяти управляющих компаний, которые выставляют счета гражданам. Мы получили официальное уведомление от органов прокуратуры о признании ПКС потерпевшими по делу об административном правонарушении, которое прокуратура планирует возбуждать в отношении одного из директоров управляющих компаний. На сегодняшний день это вся информация. Я полагаю, что она косвенно подтверждает законность выставления квитанции со стороны ПКС. Карелия и Чехия обменялись визитками. Чешские представители приехали к нам, чтобы продолжить сотрудничество с республикой, увеличить внешторговый оборот между двумя партнерами. Генеральный консул Чешской республики в Санкт-Петербурге Карл Харанза пообещал в течение этого полугодия открыть в Петрозаводске визовый центр. Помимо этого, консул готов рассматривать самые разные вопросы. Мы хотим работать в другой области. Мы хотим работать в машиностроении. Мы можем помочь в области строительства дорог. Мы умеем строить в области котелной энергетики. Мы готовы рассматривать область биоэнергостанций. Опять используем отходы. Глава Карелии Александр Худиланин на встрече рассказал о недавно начавшейся разработке золота в центре Карелии. Республика в этом плане находится на стадии модернизации оборудования. Чехия обещает помочь не только оборудованием, но и инвестициями. Завод по производству плит ОСБ под Петрозаводском, который сейчас готовится к запуску, построен в том числе и на чешские кредиты. Очередная акция протеста против назначения бывшего карельского губернатора Андрея Нелидова, директора музея-заповедника Кижи, прошла в минувшие выходные в Петрозаводске. На этот раз мероприятие было согласовано с властями как митинг. Из заявленных 2000 участников пришло порядка 200-300. Тональность выступлений примерно одинаковая. Участники митинга требовали отменить приказ о назначении и провести открытый конкурс на замещение должности директора музея. Я начну с такого неожиданного заявления выразить благодарность Андрею Нелидову за то, что он сколыхнул, взбодоражил в наших людях новгородское прошлое. И сегодня вот еще одно такое вече на Петрозаводской земле. Знаете, московская власть помнит Кижское восстание. Она приготовила нам новых стрельцов, но мы должны выступить единым фронтом против этого. Также протестующие предложили Андрею Нелидову добровольно покинуть кресло директора музея и выразили недоверие министру культуры Владимиру Мединскому. По информации правоохранительных органов, акция прошла без серьезных нарушений. Уже шестая для нашей республики гонка лыжня России прошла накануне в Петрозаводске. Несмотря на то, что на лыжню вышли не все желающие, предполагалось, что на лыжню выйдут 10 тысяч человек, народу все равно было очень много. Традиционных бесплатных шапочек с символикой гонки в этом году Москва прислала в Карелию ограниченную партию, около 5 тысяч штук. И по замыслу вручались они только тем, кто пересек финишную черту. Стартовали участники тремя группами. Любители, семейные команды и отдельно сборная коренцевого правительства и Петрозаводской администрации. Еще одна особенность в этом году – само место проведения гонки. Впервые лыжню России принимал открывшийся недавно биатлонно-лыжный центр «Курган». Участники всероссийского спринта – в этом году дистанция составляла 3 километра – бежали в комфортных профессиональных условиях. Кстати, из-за шапочек почти никто не расстроился. Ну а победила дружба и спорт. Я надеюсь, что всем их хватит. Единственное, что это место, наверное, лучше, чем предыдущее было, прошлогоднее. Ну с точки зрения как бывшего спортсмена. Поэтому здесь и качественная лыжня. Есть возможность всем действительно стартовать, быть увиденным, быть победителем в своей категории. Насчет шапок посмотрим, на финиш если зайдем. Я вообще не расстроилась. У меня отличное настроение. У народа, которого знают, тоже отличное настроение. А что расстраиваются? Главное – участие. Лыжи вот в руках носила, говорю, главное – участие. Возродить славу Карелии в горнолыжном спорте и заодно подарить любителям экстремального отдыха новую площадку. Накануне в селе Спасская губа Кандапошского района открылся горнолыжный центр. Впрочем, новыми для этого вида спорта лыжные склоны Спасская губы и озера Муназера называть не вполне правильно. Незаслуженно забытая горнолыжная история этого центра началась еще в далеком 1964 году. О возрождении экстремального начала в жителях республики и о впрыске адреналина по-губернаторски в материале Александра Батова. Почти весь состав республиканского правительства в этот день встал на горные лыжи. Впрочем, открытие обновленного, а вернее возрожденного горнолыжного центра Спасская губа вовсе не прихоть власть придержащих. Традиции этого вида спорта крепки как в Карелии в целом, так и в Кандапошском районе в частности. А для жителей Спасской губы и соседнего Петровского эти склоны и вовсе детище рук своих. Ну мы ее построили, вот эти дома, вот это кафе, где вы сейчас обедаете. Там наш домик пониже. А что женщины, простите меня бога ради, забыли в горнолыжном спорте? Угу, вы женщину спрашиваете об этом? Вы спросите об этом мужчин, которые следом за нами едут? Тогда поймете. Впрочем, для главы республики экстремальные барышни сделали исключение. И удовольствие от самого первого спуска по обновленным склонам центра уступили ему. Угу, вот это да, вот это вкус! Пять оборудованных склонов, подъемник, уютные кафе и, конечно, огромное количество азарта и адреналина. Не лишним будет добавить, что открытие центра, кстати, на средства местного инвестора, событие выходящее за пределы спортивного. Создано 15 рабочих мест, хороши перспективы развития туризма. Но говорили мы с главой республики больше об ощущениях от самой трассы. Это единственный вид спорта, где количество впрыснутого адреналина зависит от тебя. Ты можешь ехать плугом, можешь ехать поперёк гора, можешь ехать с хорошим драйвом и, так сказать, получать столько адреналина, сколько тебе нужно. А это всё, это состояние души передаётся на физиологию организма, продлевает молодость. Стартовавшие следом за главой абсолютно бесстрашны. Ребята из Петрозаводска, Медвежегорска и Сартовалы показали, насколько хороши перспективы республики относительно горных лыж и в целом зимних видов спорта. И первой действительно, как и обещали местные жители, была представительница прекрасного пола. Маленькая Юлиана, наверное, может считаться где угодно, но только не на трассе. Да и мальчишки были ей подстать. Ну вот как-то вот нас приспичило вот этот вид спорта, и вот теперь мы занимаемся этим. Ощущение праздника есть сегодня? Да, есть. Ну, что первый раз мы видим губернатора. Поскольку горнолыжный центр Спасская Губа позиционируется как крупнейший в республике, здесь и склон выбрали покруче, и подъёмник самый настоящий. Но строители горнолыжного праздника Куршавель здесь никому не обещают. Всё демократично, что называется, для людей. Этот год, обещают власти, вообще будет богат на открытие горнолыжных центров. Только в марте первых гостей примут центры в Ялгубе и Медгоре. А уже в следующем году подобные трассы, возможно, появятся в посёлке Хилюле возле Сартовалы. А учитывая ожидаемые масштабы того же Ялгубского центра, интересные трассы, уже кресельный подъёмник, статус крупнейшего в республике Спасагубский, скорее всего, потеряет. Но, думается, в обиде никто не останется. А теперь к другим событиям в республике. В Кимитбе молодых людей выманили у пенсионера 148 тысяч рублей. Преступники обратились к мужчине с просьбой купить у них доллары. Мошенники отвезли доверчивого пенсионера в банк, где тот снял все свои сбережения. Как выяснилось позже, все 148 тысяч рублей пенсионеру обменяли на билеты банка приколов. Сейчас полиция разыскивает преступников. Администрация Карельской столицы выделила более 13 миллионов рублей на установку пластиковых окон в средних образовательных учреждениях. Кроме того, рядом с Державенским лицейным гимназией номер 30 и школой номер 5 в этом году будут построены новые спортивные площадки с искусственным покрытием и необходимым спортивным оборудованием. На эти цели с городской казны выделено 19 миллионов рублей. Министерству культуры предложили список из 50 мультфильмов, рекомендованные для просмотра ученикам младших классов. Список разделен на три категории – о любви и верности, о дружбе и благородстве, о послушании, смелости и трудолюбии. Самая ранняя лента датируется 1935 годом «Новый Гулливер», а самая новая – 2005-м «Гора самоцветов». Завтра в 17.00 на Онежской набережной состоится торжественная церемония открытия 12-го международного конкурса снежных и ледовых скульптур. В этом году 13 ледовых и 20 снежных извоений под открытым небом создадут команды из Швеции, Германии, Финляндии, Украины и городов России. На церемонии открытия поднимется гиперборейский флаг. Кроме этого, петрозаводчан ждет розыгрыш призов. Народный жанр, народный концерт, народный дедушка. В Петрозаводске с огромной теплотой и оглушительными аплодисментами вспоминали Александра Бакадорова, одного из основателей, без сомнения, самого яркого фолк-коллектива в республике. И одним из самых ярких в нем был тот, кого чаще всего называли дедушка. В честь своеобразного второго имени назвали сам концерт «Деда-фест». Так уж вышло, что организатор многочисленных фолк-марафонов 2000-х годов основал еще один, уже после своего ухода из жизни, в мае 2010-го года. Что из этого вышло, увидел Александр Батов. 8 февраля этого года Александру Бакадорову исполнилось бы 55 лет. Дата для всех, кто любил и любит бородача из Мюллери, ты грустная и радостная одновременно. Сами же фолк-музыканты и пришедшие вспомнить дедушку зрители не хотели воспринимать концерт как некие поминки. Очень хотелось прийти, поэтому двойственное чувство, но все-таки настрой хороший. Никогда это не умрет, никогда не умрет интерес людей к фольклорной музыке, к своим корням, к истокам. Саша Бакадоров заражал этим настроением людей, конечно. Конечно, конечно, вообще прикольно. Я даже в принципе его лично не знаю, но я слышала, и мне этого достаточно, чтобы прийти сюда. Дедушка. Дедуля. Приехав в республику из советского Куйбышева, Александр поступил в консерваторию. Несколько лет работал в ансамбле Кантоли, а позже основал легендарный коллектив. Редкое даже для такого региона, как Карелия, музыкальное явление – мюллерит. Один из организаторов Деда Феста, директор национального ансамбля Кантоли, вспоминает, что Александр Бакадоров сумел вывести фолк-музыку в самом Кантоли, да и, наверное, во всей республике, на новый свежий и дерзкий простор. Где-то более 40 произведений находятся сегодня у нас, как мы это называем, нематериальное наследие республики Карелия. То есть более 40 произведений у Саши в Кантоле было сделано и до сих пор еще в репертуаре у нас они есть. Ну а потом Александр со товарищей 15 лет мололи или молотили в мельниках. Так с карельского переводится мюллерит. Ну, я думаю, что он никогда не, как бы, не кокетничал и искусственно не пытался вести себя, как вот такой дедушка, дедушка из сказки, там, скажем, или из былины. Но внуков у него было очень много, внуков было очень много, особенно, хочу сказать, внучек. Внучек, естественно, не по паспорту, а такие, как сказать, виртуальных, к которым он относился всегда с большой теплотой и любовью по-отечески и по-дедовски. По-дедовски, да. Деда-фест, как настоящий фолк-марафон, при полном аншлаге продолжался пять часов. Музыканты из всех известных фолк-коллективов Петрозаводской республики играли сразу на трех площадках. И все, кто пришел, понимали, все это великолепие настроения, музыки и памяти посвящено одному человеку, которого они зовут дедушкой. Оттепель в Петрозаводске закончится уже завтра. Сегодня ночью ожидается перепад температуры. Показания градусников могут опуститься до отметки 10 градусов ниже нуля. Как сообщает интернет-журнал «Республика», со ссылкой на данные гидрометцентра, в первой половине этой недели погодные условия будут формироваться под влиянием восточной части циклона. В последующие дни недели на погоду республики начнет оказывать влияние область повышенного давления. Начиная со вторника существенных осадков специалисты не обещают. Температура воздуха днем будет держаться на уровне минус 7 градусов, а по ночам воздух будет остывать до 14 градусов ниже нуля. И на этом наш выпуск завершен. Далее вас ждет прогноз погоды. Смотрите нас также в интернете по адресу sampo.tv. А я Наталья Кузина с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова